Сейчас будет одна история, Навальному понравилось бы, точно оценил бы. Значит так, 20 числа февраля, Новосибирск. Нас задержали, мы сидим в Зальцовском отделении в Новосибирске. Елена Шувалова, которая вместе с нами задержана, вчера была на этом месте. Расскажи, что там было. Да, я решила каждый день цветочки носить. Ну, тут требуется пояснение. Памятник политрепрессированным полиция оцепила ленточкой, мол, сообщение о минировании. Люди оставляют цветы по периметру оцепления. Из телеграм-канала не кого-нибудь, а депутата горсовета Светланы Каверзиной. Она продолжает. С 16 февраля прямо в центре города заминировано сразу несколько памятников. Не один день полиция ждет саперов с собаками. А пока вот она с конями. Но вернемся к задержанным. Вчера решила положить еще бумажку, на которую написала «Тьма россияца» про «Прекрасная Россия будущего» наступит. И полицейский мне попросил эту бумажку брать. Вот теперь у нас полицейские следят за тем, чтобы цветочки не лежали, бумажки не лежали, где не надо. Вот. И я ему сказала, я говорю, ничего плохого на бумажке не написала. Написала, что «Тьма россияца». Вот вы говорите, «Тьма выросить». Как он меня не забрал вчера. Вот. Просто вечно просил бумажку брать. Сегодня я решила в этот узнать имя девушки, которую задерживали, чтобы адвокату сказать. И вот в этот раз попалась. Через три часа всех троих из отдела полиции номер три отпустили даже без протокола. Такая история. А памятники вроде так заминированные и стоят. Это боевой листок за февраль 2024 года, когда стало окончательно ясно, что без смелой России настоящего не получится прекрасной России будущего. Больно. Невозможно больно. Я их не боюсь. Ну, сколько можно бояться? Мне 77 лет. Чего мне бояться? И прежде чем положить цветы на Площади Победы, калининградец Петр Иванович Зуев бесстрашно высказался. Путин уничтожил Россию через войну. И вообще такое позорище, такое позорище он навлек на нашу Родину. Это фулму непостижимо. Не было еще такого страшного врага у России, как Путин. Из Калининграда вглубь России, да в такую, куда, кстати, сказать президент во время своего предвыборного февральского турне предпочел не углубляться. Хотя тут, в Чувашии, так старались. С газона косил. По сугробам. Перед приездом Путина решили скосить сухостой. Да, в феврале. Местный телеграм-канал «Автоновости Чебоксары» выступил с предложением. А покрасили бы зеленой краской, и не было бы проблем. И еще вот продолжили стараться. Прикрыли срам. Срочно занавесили ветхие здания. Ведь через несколько часов сюда приедет президент России. Сюда, в город Цивильск, на юго-запад Чувашии. Президент прошел, точнее, проехался по краешку ее судьбы. Даже в столицу республики Чебоксары так и не заглянул. Но есть и совсем другая Чувашия, которая траву под снегом косить отказывается. Чувашия без цензуры – самый отстающий регион страны. И согласно докладу Счетной палаты. Сердитая Чувашия тоже вот о визите президента. Оказывается, когда он посетил фельдшерский-акушерский пункт в селе Рындина, его встретила подставная сотрудница. Никакой она не фельдшер. Анжела Спиридонова раньше возглавляла медсанчасть в местной колонии. Один из ранее осужденных рассказал телеграм-каналу «Чувашия без цензуры», что ее называли «Доктор смерть». Именно эта, другая Чувашия, сердитая и та, что без цензуры, приносит цветы жертвам политических репрессий, в этот раз Алексею Навальному. Букет возле монумента славы – это город Батырево. А камень материнских слез – это как раз тот самый город Цивильск, где был Путин в то же самое время, когда здесь появились эти цветы. И вот эти. И эти тоже. А вот уже Чебоксары – записка «Воину света». Друзья, всем привет. Сегодня 16 февраля 2024 года, время 19.50 минут. Я нахожусь в Чебоксаре. В Ире Чапаева. Сегодня здесь был организован мемориал в честь Алексея Навального. Вот люди несут цветы. Вот видите, да, гвоздики. Чувашского блогера Константина Ишутова задержали, но быстро отпустили и, более того, извинились. Такая чуваша. По данным команды Навального, как минимум в 140 городах России появились стихийные мемориалы. По данным ОВД «Инфа», около 400 человек были задержаны с 16 по 19 февраля. Больше всего задержаний, около 200, в Питере задержали и художницу Елену Осипову. Ей 78 лет. Она – совесть Петербурга. Так ее называют в городе. Елену Андреевну отпустили, правда, не извинились, как это случается в Чувашии. Я не знаю, сможет ли кто-нибудь подхватить его знамя. Хотелось бы, конечно. Хотелось бы, конечно, свободы. Граждане, внимание, в данном месте никакого публичного мероприятия с органами исполнительной власти согласовано не было. Все, зачищайте до конца туда. Не берите вы его! Не берите! И жители смелой России настоящего продолжили нарушать память о Навальном. Мы его потеряли, не заберегли, не смогли его оградить, и сами оказались трусами. Даже я могу сказать, мы предали его. И я вот боялся сюда ехать, очень правда. Но мне было просто необходимо распечатать хотя бы фотографию, хоть что-то сделать, приехать. Несмотря на риски, на все большие, даже если нас сейчас астрафуют или арестуют, я, возможно, лишусь работы, но... Просто это оставить без внимания, его жертву, это просто преступление против совести. И самое главное в данной ситуации, это не оставаться одним, а приходить туда, где можно объединиться и поговорить с теми, кто думает точно так же, как и вы. Знаете, у меня когда-то мать убили в бытовой драке, и ее убийца получила 10 лет. Навальный получил 19. Кого он убил? Чикаго. Ну, я все. Нужно оплакивать его смерть, а потом действительно не сдаваться. Идти на выборы 17 марта, в полдень, как сейчас. Прийти, отдать свой голос против. И просто знать, что нас много. И они, жители смелой России настоящего, нарушали все, что можно, выходя с цветами 24 февраля. За прекращение войны, за становление всего этого безобразия, я хочу, чтобы все люди жили, наверное, и в нашей стране, и в других тоже. Где Путин, там война. Он все воюет, не навоюется никак. Ему крови мало, он еще не захлебнулся ею. Все, ребята, плоды, я вам счастье, я блаткальница, я очень переживаю за все это. Может быть, мусор надо убрать для начала? Можете все. Вот сотрудник гормаста убрал цветы. Стыдно. Старый человек. Да. Ваши дети будут вас стыдиться. Москвичи несли цветы к памятнику лесе-украинке. Возле дежурили полицейские и коммунальщики из гор моста. Они цветы убирали. И все повторялось снова. Петербург. Там несли цветы к памятнику Тарасу Шевченко и расклеивали листовки. Девять дней нет Алексея, девять лет Бориса Немцова, два года СВО. Кто у тебя следующий чудовище? В Кирове по всему городу 24 февраля появлялись зеленые ленты, ставшие антивоенным символом. Ленты, пацифики, листовки. И это тоже протест. Будущее нашей страны решается на полях Украины. Победа там российских войск надолго законсервирует фашизм в России. И наоборот. Это отрывок из статьи, которую написал Олег Орлов, сопредседатель Совета Центра защиты прав человека «Мемориал». В ноябре 22-го года текст стал поводом для уголовного дела. И вот в феврале 24-го Олегу Петровичу выносили приговор. Большое спасибо всем, кто приходит меня поддерживать. Это очень важно. Важно и для меня, но важно для всех, кого судят. Вот я ходил на другие политические процессы, а когда вот надо мной начался процесс, я увидел, как это важно. Это действительно очень важно. 27 февраля Олега Орлова приговорили к двум годам и шести месяцам колонии за дискредитацию армии. «Будем работать, будем жить, идусь, надеяться, что когда-нибудь то, что сейчас происходит, кончится. И Олег, может быть, выйдет, и многие другие полицзаключенные выйдут раньше того срока, который им определили». И в тот же самый день жители «Смелой России настоящего» пришли на Большой Москворецкий мост, туда, где 9 лет назад 27 февраля был убит Борис Немцов. Среди пришедших на мост оказались двое 18-летних москвичей. Их история тоже понравилась бы Навальному. Он бы точно оценил. «Не страшно ли вам было прийти сегодня сюда?» «На самом деле страшно. На самом деле страшно. Вот сейчас немного ноги трясутся, не совсем понятно от страха или от холода. «Сердце бьется». «Все-таки мы совсем…» «Ну для нас это буквально первая вот такая акция выражения, выражение хоть какого-то собственного мнения наружу, не только в себе и в кругу друзей». «Вот это само состояние, когда ты боишься просто почтить память хорошего человека, это очень неуютно и это очень неправильно». А что увидели вы? Как ваш регион борется за мир в Украине и свободу в России? Пишите нам, комментируйте, присылайте свои истории. И до встречи через месяц в смелой России настоящего.